Передо мной каталог некоммерческих организаций Приднестровья, довольно толстое издание. Когда человек сталкивается с проблемой, первым делом он идёт в официальное учреждение. Но можно обратиться за помощью и в общественную организацию. Какую же реальную пользу приносят общественные организации в Молдове и Приднестровье, мы решили рассмотреть на примере нескольких судеб людей, чья жизнь изменилась в лучшую сторону благодаря тому, что они вовремя позвонили на горячую линию или, увидев рекламное объявление, не побоялись попросить помощи, а приняли участие в проектах получения грантов для уязвимых слоёв населения. Я очень благодарна Центру за эту возможность, за то, что они поверили в меня, за то, что они предоставили грант, предоставили такую поддержку. Редкая такая встреча сейчас в нашей республике, мне кажется, сейчас нет такой поддержки со стороны государства. Очень благодарна и организаторам, и специалистам, которые с нами работали. Это действительно такой опыт, который помогает в жизни, информация, которую, в принципе, нигде нельзя так найти, ну, в таком доступе, да, которым нам предложил этот Центр. В результате что? В результате я сейчас работаю над своим проектом, уверена, что в скором будущем у меня получится оформиться уже официально и работать на себя. Приходят люди, говорят, что изменилось в их жизни после того, как они поучаствовали в нас в курсе, на тренинге, в рамках нашей программы, после того, как мы им оказали консультацию. Мы очень благодарны этим людям. После окончания курса я предоставила готовый бизнес-план, защитила его, подала заявку на грант, и в декабре месяца 2010-го я выиграла грант. Я купила на деньги грант оборудование, вот этот фотоаппарат, благодаря ему сейчас я работаю. Работаю успешно, могу заработать себе на жизнь, на жизнь ребенку, могу оплатить все необходимые счета и обучение. Буквально в сентябре 2011 года в Террасполе решили провести ярмарку НПО, где представители большинства преднестровских организаций рассказывали о своей деятельности. Наша организация проводила День открытых дверей для неправительственных организаций, куда мы приглашали абсолютно всех желающих, горожан нашего города, представителей государственных структур для того, чтобы познакомить с деятельностью общественных организаций. У нас достаточно большое количество организаций работают и в Террасполе, и в Бендерах, и в Слободзе, и в других городах республики. И очень разные мнения о их деятельности бытуют среди населения. И для того, чтобы развить мифы и показать нашу деятельность, в принципе, было проведено это мероприятие. Приоритеты, которые мы выдвигаем в себе на ближайшее время, это, опять же, развитие личности, культуры мира, ненасилия в среде молодежи, продвижение здорового образа жизни, организация молодежного досуга и развитие гражданского общества. Профессиональная и социально-юридическая поддержка не только для ВИЧ-позитивных, но и для членов их семей. Не присутствует мой сын, я бы вам показала моего сына, из-за которого, собственно говоря, что подвигло нас к тому, чтобы открыть такой реабилитационный центр. Мне очень жаль, но я действительно мама такого больного мальчика. Животных у нас отнесли к теме мусора. Не понимая, откуда берется эта проблема, не изучая эту проблему, у нас люди начинают действительно сильно бороться. С ними отстреливая их, травяя и убивая, уничтожая. Все услуги, которые предоставляет телефон доверия, это, прежде всего, конечно же, информирование населения о проблемах домашнего насилия. В первую очередь, это бесплатные консультации психолога и юристам. За это время было оказано более 600 консультаций и более 400 обращений было на нашу информационную линию. Спектр занятий у НПО достаточно широкий. Кто-то помогает сиротам, кто-то инвалидам, кто-то занимается экологией, кто-то защищает животных. В любом случае, результат работы подобных организаций не только в отчетах. Какая бы власть на данный момент не была у руля в стране, а Красный Крест продолжает помогать многодетным и малообеспеченным людям, погорельцам и ВИЧ-инфицированным. Скажите, Варницу, Северный, как вообще вы делите, не делите? Нет, в это время, когда наводнение, стихи и напитство, мы не делим людей. Мы своих и чужих. Все наши. Много обращались людей? Очень много обращалась. И всем выдавали. Для работы волонтером нет возрастных фигурат. Вышла на пенсию и пришла работать добровольно в общество милосердия. Меня взяли сюда. И вот тружусь по сей день. Все, что мне поручают, я выполняю. Ну, я же не могу сидеть на лавочке. Привыкла трудиться. Вот поэтому я и работаю добровольцем. Милосердие создано 22 года назад. Реализует очень много различных благотворительных программ. Нацелено на формирование, в том числе и у молодежи, принципов гуманизма, милосердия, на воспитание доброго, хорошего поколения, которое сможет делать добрые дела. Детям-сиротам помогают обрести родителей и адаптироваться в обществе. Делась идея создать программу «Приемная семья». Вот мы начали поиск потенциальных приемных родителей. Помощь потенциальным родителям мы организовали также школу для потенциальных приемных родителей, где эти пары могут познакомиться с особенностями этих детей. 175 тысяч детей, оставшиеся без, один или двое детей, оставшиеся без попечения родителей, которые уехали за границу на заработки. Мы работаем с этими детьми, мы работаем с педагогическими кадрами. Реализуем разные проекты, вовлекаем детей, чтобы им было чем занять свое свободное время. Также у нас есть программа, в которой мы помогаем выпускникам с гимназиев интернат адаптироваться после окончания гимназии. Поддерживают женщин, которые осмеливаются не быть молчаливыми жертвами домашнего насилия. Мы подсказали, какие документы мне нужно собрать. Некоторые даже помогли справке вместо меня. Они ходили, заказывали, когда у меня не было возможности. Ну, даже обыкновенное, простое общение. Прийти сюда, здесь всегда тебя выслушают, всегда тебе сделать чашечку кофе или чая, и ты просто морально можешь психологически отойти от этого быта. Разъясняют потенциальным трудовым мигрантам перспективы попасть в рабство, предотвращая тем самым торговлю людьми. Предотвращение, в первую очередь, распространение нелегальной миграции и торговлю людьми. Почему мы ставили себе цель в этой плоскости, в этом направлении? Потому что это та область, где может работать некоммерческая организация, где может работать общественная организация. Взрослым и детям с ограниченными возможностями помогают ощущать себя полноправными членами общества, спасая от жестокости и равнодушия окружающих. Вы спросите наших ребят, как они себя чувствуют в центре. Мы в прошлом году хотели закрыться. В декабре месяце я хотела закрыть этот центр. Меня довели до истерики, я хотела его просто закрыть. Ушла отсюда, собрала свои вещи. Вы спросите у ребят, как они пришли ко мне домой и как они плакали. И они просили, что они мне говорили. Говорили, мы наконец-то друзей себе заимели. Мы почувствовали, а как теперь нам быть? Где же наши друзья будут? Мы что, без друзей останемся? И мы опять будем дома сидеть? То есть мы позиционируем человека с инвалидностью, конкретивного человека. Как человека, могущего принести пользу. Не просто попрошайничающего, да? Ну опять же, это стереотип. При этом мы меняем взгляд не только общества на нас, но и, скажем, наших собратьев на общество. Так уж получилось, что государство предпочитает давать нам пособие и изоляция. Вот в этом, через это воспитывают инвалидов потребительские отношения к обществу и к людям. Поэтому мы работаем с людьми, которые к нам приходят, и объясняем, что ты можешь с него добиться сам при определенных условиях. Не надо ждать всегда, что тебе кто-то что-то даст. Мы меняем это. И те, кто хочет это понять, те остаются с нами. В принципе, наша организация так и называется «Мир равных возможностей». Мир, в котором у нас у всех будут одинаковые возможности при создании определенных условий. Начать новую жизнь, получить защиту, поддержку, знания, консультацию специалистов – не миф, реальность. И это реально происходит в рамках деятельности общественных организаций. Общественный резонанс от работы НПО – это факт. И в нормальном гражданском обществе препятствий им быть не должно. Ведь человек со своими бедами не должен оставаться один на один. И пусть пока у нас нет кризисных центров, всегда найдутся люди, работающие в общественных организациях, и готовые помочь. Светлана Хромых, Олег Рулин, Днестр ТВ. Светлана Хромых, Олег Рулин.